Неофициальный сленг. Молодежный сленг. Хэнк, что вы еще хотели добавить? Неофициальный язык. А что еще такого сленга в русском, что может не быть в других языках? Как вы думаете? Что-нибудь из иностранного языка. Как вот сленг русский и английский? Почему важен в сленге в русском английский язык? Как вы думаете? Почему важен английский язык? При чем здесь английский язык и русский сленг? Я сейчас напишу английский язык и русский сленг. Это современный язык, который используют молодые люди. А при чем тут английский? Давайте я вам помогу. Сейчас включу презентацию. Одну секунду. Всем видно презентация? Да, да. Да. Заимствование в русском языке. Тренд или необходимость? Что такое заимствование? Как вы думаете? Заимствование в русском языке. Кто как думает? Любые идеи. Любые идеи. Что такое заимствование? Хэнк, у вас есть идея? Да. Можете повторить вопросы, Ирина? Я не понял вопрос. Что такое заимствование? Что такое заимствование? Как вы думаете? Я не знаю это слово, Ирина. Сейчас тогда посмотрим. Это просто первый вопрос, чтобы понять кто что знает. Сейчас мы все это узнаем. Хорошо. Вот у нас есть такие три слова. Их не обязательно знать. Просто ваши мысли. Вот вы их увидели. Неологизм, заимствование и англицизм. Ирина, извините, у меня есть эко, когда вы говорите. Я не знаю, что с проблемой. Сейчас не слышно? Лучше. Да, лучше. Лучше? Да, да. Лучше. Да, да. Гораздо лучше. Что такое вот эти слова? Кто-нибудь? Просто любая идея. Неологизм – это новые слова. Новые слова в языке. Любые новые слова. Это, например, Брайна Абсолютна Фэн. Это, например, интернет, дресс-код. Это то, что появилось недавно. А так как это новое, нам нужны новые слова для этого. Да. Это просто. Просто слово сложное. А что такое англицизмы? Как вы думаете? Из какого это языка? Это из английского языка? Да. Из английского. Да. Слова, которые появились в русском языке из английского. И заимствование – это почти то же самое. Это брать слова из других иностранных языков и переносить их в русский язык. Например, саммит, локдаун, пандемия. Этих слов нет в русском языке. Они взяты из других языков. Какие еще слова вы бы добавили сюда, которые вы знаете в русском языке, но они взяты из иностранных языков? Митинг. Краш. Митинг. Митинг. Краш. Что еще? Я думаю, это очень много. Очень много? И они довольно часто встречаются. Анил, это не трудный вопрос для тебя, я люблю Анил. Конференция, да. Конференция, саммит, например. Сканер, принтер. Всего этого нет в русском. И как вы думаете, вот эти слова, они сейчас появились? Или, например, в истории тоже было, что в русском языке брали слова из других языков? Например… Да, это уже в истории было. Да, в каком виде? Например, глагол «танцевать», да. А в каком веке это появилось, как вы думаете? В двадцатом? В семнадцатом? В десятом? В семнадцатом? В семнадцатом? Да. Кажется… Не знаю. Не знаю. У кого какие мысли о Нилхэнк? Да. В других языках есть очень много, как сказать, заимствование. Да? Да. Заимствование. Например, из голландского тоже брюки. По-голландски тоже брюки. По-голландски это брюк. И бухта. Бухта. Это бухт по-голландски. И флот. По-голландски это флот. Это отлично, Хэнк, потому что мы сейчас перейдем в голландский. Как вы думаете, в каком веке началось вот это, что взяли слова из голландского языка? Я не совсем понял вопроса. Когда в истории это началось? Ну, в советское время, в царское время. Как вы думаете, просто ваша идея? Да, в Голландии, как Петр Первый посещал Голландию в начале восемнадцатого века. Он тоже работал в Голландии несколько недель и тоже соимствовал нисколько голландские слова. Абсолютно нет, Хэнк. Кто еще знает про Петра Первого? Анил? Александр? Вы когда-нибудь слышали про это имя? Петр Первый? Значит, сейчас вам будет очень легко следующая информация. Сейчас, одну секунду. До того, как мы дойдем до Петра Первого, как вы думаете, почему появились заимствования? В чем причина? Вот зачем они нужны, эти слова? Почему нельзя сказать то же самое на русском языке? Не митинг, а встреча, например. Почему? Сегодня мы живем в маленьком мире. И другие много встречают друг друга и друг другу. Я думаю, конечно, язык тоже. многие люди читают другие языки. И, конечно, английский сегодня международный язык. Поэтому все используют слова из английского языка и другие языки. Да, абсолютно верно. Какие еще идеи, мнения по этому вопросу? Из того, как вы делаете, например, из пресса, например, сериалы по телеписеру, книги. Да, очень много возможностей, я думаю. Абсолютно. Александр, вы как думаете? Ну, я думаю, что процесс заимствования в России началось с Петром Первым, так как мы уже говорили, потому что он именно хотел взять многого из Европы. Да, абсолютно верно. Теперь посмотрим некоторые варианты. Вот, например, первая причина, что появляются новые предметы, которым нужно название, как мы уже говорили. Вторая, что отсутствие слова в русском языке. То есть невозможно заменить, например, ходок. Никак на русском языке это не заменишь. Не получится. Невозможно выразить, например, одно что-то большое одним словом. Вот, например, есть слово мониторинг. На русском будет статистическое обозрение или статистическое наблюдение. Это очень долго. Поэтому мониторинг всем сказать как бы легче. И мода. Как бы тренд. Многие, например, используют слово хайп, эксклюзив. Например, можно сказать исключительный, но эксклюзив будет более современным. С чем из этого вы не согласны, может быть? Как вы думаете, можно заменить хот-дог на русское слово? Хот-дог. Или можно найти что-нибудь похожее? Как вы считаете? Или в вашем языке? Своя собака. Да. Никак не получится. Поэтому название приходится все равно перебирать. Но тоже по-голосски это хот-дог. Тоже хот-дог. Теперь возвращаемся к Петру Первому. Да, он жил с 1672 по 1725. То есть с 17 века по 18 век. И при нем произошла, как Александр сказал, европизация. То есть Россия как Европа. Все процессы как в Европе. Одежда, внешний вид, язык. И вследствие этого в языке появились 4,5 тысячи новых слов. Как вы, Хэнк, сказали, флот, брюки, армия, штурман, академия и так далее. Из разных европейских языков. Но сам Петр Первый негативно относился к этому. И считал, что не нужно чересчур использовать иностранные слова. То есть где можно использовать русское слово, не обязательно использовать иностранное. Но люди, тем не менее, использовали иностранные. Например, вместо путешествия – вояж. Вместо удовольствия – crazy. На французский лад. И сейчас мы можем посмотреть, как вы сказали, Хэнк. В литературе это тоже отразилось. Вот, например, Петр Первый жил в 1672 по 1725. А это уже 1825 год. И это известное классическое произведение «Горе от ума». И здесь главный герой говорит о том, что ему надоело, что в России используют французские слова, что нужно использовать русские слова. Вот, например, он говорит, ну как перевести мадам и мадемуазель, придется говорить сударыня. А как бы другие с этим не согласны. Они хотят говорить на французский лад. Потому что как бы сударыня – это звучит не очень. То есть в истории это всегда было то, о чем мы сегодня с вами будем говорить. А что вы знаете про Александра Сергеевича Пушкина, как он повлиял на русский язык? Может быть, что-то слышали? Именно на русский язык. Почему он считается основоположником русского языка? Создателем русского языка? Как вы думаете? Ну, его первый язык был французским языком, когда он верился. Да, да, абсолютно верно. А почему его называют основоположником русского языка? То есть как бы создателем русского литературного языка? Просто как бы ваша идея. То, что вы… Вот увидели, что вы подумали. Как вы думаете? Хэн, как вы считаете? Я думаю, как сказать, он стимулировал использование русского языка. Я думаю, да. День начинания в России тоже есть День Пушкина, да? Да, верно. Александр, как вы думаете? Ну, как вы писали, он поддерживал чистоту русской речи. Да, он поддерживал чистоту русской речи и был против лишнего как бы заимствования, не чересчур заимствования, но одновременно говорил, что если эти слова помогают русскому языку, то тогда их можно перенять. Как вот конференция. Эти слова уже не рассматриваются как слова, которые нам не подходят. Они уже стали частью русского языка. Теперь посмотрим, что у нас сегодня в России происходит с русским языком. Как вы можете здесь видеть, здесь у нас и слова официальных лиц, например, чиновников, правительства. И приведены такие сводки из медиа, из газет, онлайн ресурсов, комментариев. Вот, например, Герман Греф, это председатель Сбербанка России. Это один из главных банков России. И на одном из выступлений он говорит, так не может вести себя аналитик, это прямо запрещено комплайнсом. Какое слово он тут заимствует? И как вы думаете, это правильно, что он не использует русское слово? Это комплайнс, да? И как вы считаете, вы живете в России, например, и вам нравится, вот вы хотите изучать русский язык. Например, по телевизору вы слышите выступления. И вам нравится, как звучит русский язык с такими словами? Как вы считаете? Я думаю, это глобальный тренд, я думаю, это глобальный тренд. Тоже в Голландии мы тоже используем комплайнс. Да, это английское слово, но мы тоже используем это слово, да. А как вы считаете, вот многие говорят, что общество может использовать, но вот правительство как бы должно наоборот идти против этого. Должно на своем примере показывать, что нужно использовать русские слова. Как вы думаете, это правильно? Анил, как вы думаете? Трудно сказать, но я думаю, это правильно. У меня нет проблем, если русские используют слова как комплайнс. Люди понимают, что он говорит. И как я сказал раньше, что все понимают эти слова сегодня. Это как глобализация, что все стали ближе. Да, это глобализация, да, конечно. Александр, как вы считаете? Ну, я точно так думаю, это очень трудно сказать. Но с другой стороны, какие же способности мы умеем, чтобы сохранить язык. Я думаю, что их нет. Тогда, в принципе, мы должны поддерживать таких людей, которые используют язык правильно. Хэнк, как вы считаете, для какой части общества это вот сложно, понимать такие слова? Для какого возраста? Как вы думаете? И есть ли такая разница сегодня или нет? Какой разница? Можете повторить. Вот как вы думаете, всем в обществе легко понимать, что такое комплайнс? Или есть люди, которым неудобно? И кто они? Я думаю, население – это очень другие люди. И то, что понимание – это другие. Комплайнс – это очень трудное слово. Я думаю, для многих людей это трудно объяснять. Потому что это очень широкое значение, да? Что это комплайнс? Что это такое? Но я думаю, это тоже причина, потому что мы используем эти новые слова тоже. А как должны вот людям объяснять? Вот, например, они смотрят рекламу, а там по телевизору. Например, старшее поколение. В рекламе, в Голландии они используют комплайнс. Это слишком трудно понимать вообще людей, я думаю. Но, Хэнк, я не согласен. Потому что, я думаю, молодые люди сегодня в многих странах, они знают общинство как комплайнс. Но, конечно, старые люди и люди, у которых нет интернета или другие социальные сети, для них, конечно, трудно. Но, я думаю, молодые люди и люди, которые работают в международных компаниях, они все знают, что комплайнс. Я с вами согласна, Анил. А как быть со старшим поколением? Вот с пенсионерами? Как им понимать? Записи топ-образование тоже. Записи топ-образование. Понимаешь ли это слово или нет? А если, ну, например, вот врач, обычный российский врач, например, который пенсионер. Вот он как должен понять? Не обязательно комплайнс, какое-нибудь другое слово. Вот, например, комплайнс, может, он и не увидит. А вот, например, посмотрим на вот это. Здесь про театр, путешествие в Реймс, спектакль. И тут написано так, у каждого рождается свой индивидуальный экспириенс. Как вот это должен понять обычный российский, например, человек на пенсии? Когда он понимает немного про-английский, он тоже понимает, что это индивидуальный экспириенс. Но это не обязательно, Хэнк. А почему мы... Вот смотрите, комплайнс можно заменить на русский, это правда. Но экспириенс же очень легко заменить на русский. Какое слово будет? Я думаю, мне нужно использовать это слово по-русски. Почему? Я думаю, это хорошее слово по-русски, я думаю. Да, какое это слово, Хэнк? Личный опыт. 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 Да, правильно. Опыт. А почему они используют экспириенс? Как вы думаете, Александр? Почему они не сказали индивидуальный опыт? Ой, трудно сказать. Может быть, экспириенс более глобальное слово, а опыт, они считают, что это связано с работой? Не знаю. Да. Возможно. И плюс это ТАСС. ТАСС это такое большое как бы медиа-издание государственное. Может быть, они хотят выйти на молодёжную аудиторию. Такое тоже возможно. Потому что, например, Дэв Вилыч, который слева. Да. И тоже, я думаю, тоже звучит намного важнее. Угу. Более такое окраска, да? Такое важное. Да. Потому что Дэв Вилыч, который вот здесь, это такое более европейское издание. Ну, в России, но более такое современное. И тут вы можете заметить, написано, Миронов поделился своими впечатлениями от платной парковки. и разжёг в комментариях настоящий холивар. Что такое холивар? Холивар. 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 Не знаю. Холивар. Холивар. Я не знаю, что это слово холивар. Что это по-английски? Холивар на самом деле тоже самое по-английски. Горячая дискуссия? Да. Да, это горячая дискуссия на русском. На английском это Holy War. Это религиозный войн в истории. А, Holy War. Сейчас помню. Holy War это такой конфликт, насыщенный. Ирина, Holy War это два английского языка. Два слова, два слова. Это не одно слово. Абсолютно. Поэтому я... Они решили не усложнять и сделали одно слово. Я думал, это шаг город Холливуда. А вам нравится вот такой вид слова, Holy War? Или вам бы понравилось, если бы было написано, как сказал Александр, например, развернулась горячая дискуссия? Как вы думаете? Ну, на мой взгляд, это не красиво. Мне не нравится. Как вам, Хэнк, Ани? Мне тоже не нравится это слово. Я не понял, это трудно понимать. И, как Ани уже сказал, по-английски это два слова. Да. Ну, поэтому я тоже запутался, потому что... Но это не хорошие слова на английском языке тоже. Это... Это... Мы используем heated discussion. У нас была heated discussion. Мы, скажем... Мы имели святую войну. Поэтому даже мне, если честно, было сложно понять в начале, когда я увидела это в комментариях. Зумеры. Зумеры, да. Или вот, например, Вица Кринье говорит снизить так называемый нетбэк. Как вы думаете, как вы к этому относитесь, к этому слову? Вот здесь. Снизить так называемый нетбэк. Зумеры. Нетбэк. Да, нетбэк. Вот здесь. Миссия правительства Гипта реагировать на ситуацию. Снизить так называемый нетбэк. Нетбэк. Анил. Нетбэк. Нетбэк. А-а-а-а, как-то Нетбэк, можно сказать? Можно быть не вернулся. Или, так называемый... Это больше в финансовой сфере, нетбэк. Есть же в экономике Нетворк из этого разряда. О, «нетворк». «Нетворк» или «нетбэк». Я не слышал «нетбэк». Да, «нетбэк» — это уже своё придуманное, как «нетворк», например. О, «нетворк». Да-да-да. Вполне реально, что из этого разряда. А как вы относитесь, например, уйдём от «нетбэк»? Это немного сложновато. Как вы относитесь, например, к «фидбэк», когда оно написано вот так на русском? На что можно заменить «фидбэк»? На какое русское значение? Например, я говорю своему руководителю, что я ему отправила сочинение, эссе, а потом я жду от него «фидбэк». Или что ещё я могу от него ждать, если на русском? Например, я отправила эссе и жду «фидбэк». Как можно это сказать с русским словом? Как вам больше нравится? Обратная связь или фидбэк? Можно сказать оценка? Обратная связь. Да. Можно сказать оценка. Почему вам не нравится фидбэк? Как вы думаете? Я думаю, это хороший русский эквивалент. Да, отлично, Хэм. А давайте посмотрим на вот это. Это самое. Вот если вы хотите узнать все варианты русского сленга, то надо идти в социальные сети в комментарии. Там каких только слов нет. Чтобы всё узнать, нужно идти туда. Вот, например, и в чём рофл? Лучше бы на «Ист-Вест» переименовался. Было бы забавно. Я слишком умная, чтобы на ваши никчёмные рофлы. Что такое рофл, как вы думаете? Рофл. 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 Это как лоль. Угу. Да, это тот же эквивалент, что и на английском языке было бы, если рофл. Кто-нибудь может расшифровать на английском языке? Нет, не знаю. Рофл. Не знаю, не знаю это слово. Александр. Это как ролл офф лав. Сомнхинь. Рофл на флор лафин. А, лафин. Флор лафин. Это сначала аббревиатура была в английском, а на русском мы её забрали и сделали на свой вак рофл. Или... Или мы скажем лол. Или лол. У нас это тоже есть. Да, да. Лафинь от лауд. Или рофл пошёл дальше. Теперь не только рофл. Теперь, например, многие говорят рофлить. Рофлить. Офф. Ужас. Это глагол. Это теперь глагол. Как вам такое? Ну, люди используют эти слова. Рофлить. Очень, очень активно используют. Но зависит от поколения. Например, если правительственные, то это больше вот комплайенс. Потом многие любят говорить вместо извини, любят говорить ссори. И ссори не как на английском, а вот таким образом ссори. На русский момент. Ссори, да-да-да. Ссори, да-да. Потом... Больше такого. А если уже более молодое поколение, даже не моё, то это рофлить и остальные слова, которые мы сейчас посмотрим. Так. Так. Это небольшая... Это небольшой видеопародия. Сейчас тут одна из студентов будет читать своё эссе. С помощью этих слов. Просто послушайте и попробуйте услышать, какие слова она будет говорить. Сейчас. Пашина пять. Идеально, девочка моя. Ни одной ошибки. Как это Пашина пять? Она же сама безграмотность. Однако она написала сочинения, состоящие из современных, понятных нам слов, написания которых ещё пока не выяснено. Чё? Того. Читаю. Я буду бьюти-блогером. Я в этом реально шарю. Мне это изи. Я могу просто чилить и при этом скролля ленту, бодишейми чик и на хайпе цеплять фолловеров. И так далее. Вопросы есть? А чё, так можно было? А ты вайп поймай, а ты вайп поймай и ещё не так послэмишься. Какие слова вы услышали? Изи. Изи. Бьюти-блогер. Что ещё было? Блог. Блог. Что такого, что как бы не особо ясно? Например, слово хайп. 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 Что это может быть? Или, например, я буду говорить на русский момент. Например, фолловеры. Что это такое? Именно с русским удалением. Фолловеры. А, фолловеры. Фолловеры, да. Да, фолловеры. Но где именно? Да. Где именно... Про каких людей говорят фолловеры? Как вы думаете? To follow. Это... В каких социальных сетях? Ну, это в ИК, в Твиттере тоже. Но самое главное, это... Ну, в России, по крайней мере. Это в Инстаграм. Если, например, у вас есть канал в Инстаграм, и у вас много людей его смотрят, то у вас много фолловеров на новый язык. А если мы хотим сказать по-русски, тогда мы станем подписчики. И мы используем следовательный? Последователи нет. Последователи, это, например, последователи в религии. Последователи, например, какой-нибудь организации. Это только подписчик или фолловер. И именно фолловер. Не follower, как на английском, а именно follower. С ударением... На социальных сайтах, да? Да. Так, сейчас посмотрим, какие еще слова новые появились. Так. Это самый распространенный. Например, я уже закончил все задания. Это было изи. Что такое изи на русский манер? Просто. Легко. Это легко. Легко. Да, абсолютно верно. Так. Вот это посложнее. Он показывает свою новую машину, дорогие вещи и квартиру. Он любит флексить. Что такое флексить? Слов. Показать свое богатее. А что из этих слов вот справа? На какое русское можно его заменить? У нас есть хвастаться, реклама, доказательства, драка, легко и любимец. Как вы думаете? Доказательства? Нет. Это должно быть глагол. А. Как вы думаете, Хэнк? Да, хвастаться. 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 Да, это так. Хвастаться. Это, если мы бы говорили пандыр, это было бы шоу-оп. Да, да, да. А флекс, как вы думаете, почему у вас-то со шоу-оп это стало флексить? Флексить. Флексить. От какого это слова? Флексить. Флексить. Мы используем, как флексить мышцы. Как показать ваше силу или, как ты сказать, у вас есть много денег. Ты хочешь показать это другим. Абсолютно верно. Вот, например, известные люди любят сплетни о себе. Они создают хайп. Что такое хайп? На русском. Русским словом. Каким мы можем его заменить? У нас уже нет условия хвастаться и нет условия легко. Реклама, я думаю. Реклама. Да, хайп это реклама. Такая, знаете, как репутация, но только через какой-нибудь скандал. Да, как тренд может быть. Да. Ты должен сделать что-то, чтобы о тебе заговорили. Сплетни, чтобы вокруг тебя шли. Это хайп. Это самый популярный актер. Он краш многих девушек. Что такое краш? На русском. Любимец. Любимец, да. А какой вариант вам больше нравится? Краш или любимец? Краш? Краш. Что это лучше, краш или любимец? Ну, мне оба нравится. Оба? Любимец. 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 А почему не краш, а любимец? Краш это как impressed или... Они любят так самые популярные актеры. Александр, вам краш или любимец? Ну, оба тоже. Оба тоже. Оба. Так, Холи Вар мы уже поговорили. Это горячая дискуссия, кто-то говорит, драка в комментариях. Драка. Драка мне не очень нравится, но иногда это правда драка в комментариях. В комментариях люди бывают очень агрессивные. В социальных сетях. А если ученик говорит, что получил пятерку в школе, родители требуют пруф. Что такое пруф? Доказательство. Доказательство. Что вам нравится больше, доказательство или пруф? Это очень, очень классные слова. Так что, какое лучше? Доказательство. Пруф. Пруф. Я не очень нравится. Или доказательство. Я думаю, что родители, я не знаю, но если родители, если родителям где-то по 30 лет, то, может быть, они используют пруф. Да? Зависит от поколения. Иногда я слышу такое. Да, да. Зависит от поколения. Если им где-то 30, то они могут использовать. Потому что многие родители правда так с детьми разговаривают, если так послушать. И дети, главное, приносят это из школы. Я думаю, русский язык станет легче. Легче? Ну, возможно. Но какой минус здесь, Хэн? Минус? Да, минус. Да, на оригинальный язык, как сказать, исчезает. Исчезает? Да, да, да. Исчезает. А какие еще есть минусы, как вы думаете? Я думаю, то, что их поколение не понимает, что это. Да, Иву не понимает, что происходит. Как я. Это тоже правда. А как вы думаете, как с этим бороться? И нужно ли это исправлять? Изменять? И нужно или нет? Как вы думаете? Можно сказать, язык живет и изменяется постоянно. И это пример изменения языка. А вот ваши родные языки, они у вас английский родной язык? Правильно? Да, да. И я думаю, что если просто используют слова как proof, вместо доказательства, конечно, это удобно. Это удобно. Хэнк, у вас голландский родной язык. А вот если бы то же самое происходило в вашем языке, как бы вы к этому относились? Очень много новые слова из английского тоже, тоже, да. Я думаю, это не разница с русским языком. То есть русскому языкому. Нет, особо разница с русским языком. Да, да. Александр, а как в Парагвай? Есть ли такая тенденция? Да, с русским языком. Тенденция саймодействования? Да, заимствования. Заимствования. Да, да, есть. Но больше из португальского языка. Может быть, помогает миру понимать друг друга лучше. Лучше. Возможно, как глобализация. Я надеюсь. А как вы думаете, вот у нас есть, ну пусть будет три сферы. Кино, литература и театр. Это как классика. Как вы думаете, должны ли такие слова вот звучать там? В кино, в книгах, в театре? Может быть, кино и театр, возможно, потому что это искусство, да? Но литература нет. Литература это... Надо охранять чистый язык в литературе. Хотя Толстой сам использует многие французские выражения в его романе. Я думаю, многие-многие выражения в французский язык «Война и мир». Но это были истории, да? История. Поэтому это правильно. Но кино и театр, возможно, я не думаю, это будет страшно. Это искусство. Хэнс, как вы считаете? Можно повторить? Вот у нас есть три сферы. Кино, литература, театр. Да. Должны ли там звучать такие слова? Например, в книгах современных, в современных фильмах, в современных спектаклях. Например, там будет «Он рофлит», или там «Это холиват». Как вы думаете? Я думаю, что изменяется в этой сфере. Я думаю, что тоже. Да, я думаю, что тоже. Пусть будет. А литература тоже? А литература, Хэнс? Да, тоже. Да, я думаю, тоже. Хэнк, вы прямо модернизатор. Нет, нет, я не согласен, Хэнк. Я думаю, это современный язык. И изменяется все, я думаю. Сейчас к этому вернемся, Хэнк. Александр, как вы думаете? Ну, я думаю, что в литературе слова должны сохраняться. А с остальными можно поменять. Можно меняться. А как вы думаете, вот, например, ученики школ. Ну, вот с первого пусть будет по пятый класс. Вот они в школах, например, пишут диктант. Должны ли там использоваться такие слова? Как вы думаете? Или читаем вот в литературе? Нет, нет, нет. Не надо. Потому что дети, они должны знать свои языки и литературу. И потом это будет в литературе, когда они выросли и они молодые. Они автоматически изучат эти слова из социалистских сайтов. Но в первом и в пятом классе это нельзя. Если я буду учитель, я запрещаю использовать эти слова. Я запрещаю использовать эти слова. Хэнк, как вы считаете? Я думаю, это хорошо защищать собственную язык. Но то, что использовать новые слова, когда это очень популярно. И много людей, они используют эти слова. Я думаю, тоже вам нужно использовать эти в литературе. Тогда молодые люди, они, ребенка, они не будут знать свой язык. Сейчас к этому вернемся. Александр, как вы считаете? Ну, я считаю, что нельзя использовать сленг, когда вы в детстве учитесь. Так как я учился во время учебы, я в России учился. Я повторю еще раз. Я не использовал сленг во время учебы. А как вы думаете, вот, например, будет диктант. И там будет, ой, я даже не знаю. Ну, будет что-нибудь. Флексить, или холивар, или краж. Как вы думаете, вот это? Как это отразится на учениках? Хэнк, раз вы как-то чуть-чуть в другую сторону. Как вы думаете? Может быть, но есть программа по телевизору в Голландии каждый год. Это диктант. И они используют слова, очень старые слова, не так часто использованные слова. Но есть очень много ошибок. Потому что эти слова ты никогда не используешь, и очень редко. Но я думаю, это не очень практика. Это не очень практично. Это не очень практично. И я думаю, это важнее использовать и понимать слова, ты используешь каждый день или регулярно, чем слова, ты не так часто используешь. Анил, как вы считаете? Вы согласны с Хэнком в каких-то пунктах? Да, но я думаю, я из старой школы смыслее. Но я сильно верю, что ребенке из младшей классы нужно знать свой родной язык. И когда они растут, они, конечно, как я сказал, мы живем в маленьком мире. Они, конечно, будут знать все сленги и мать. Согласна. А как вы думаете, вот чтобы как-то поставить, у нас еще есть пару слайдов, но вот на этом этапе. Как вы думаете, вот я понимаю, если слово длинное, например, в русском языке, или его сложно заменить, как мониторинг. Но если есть русское слово, как, например, опыт и экспириент, или там пруф и доказательства, зачем все же заменяют слова на иностранные? Вот даже молодежь, зачем им это нужно? Как вы думаете? Ирина, у меня еще эко. А, эко было? Как вы думаете, зачем все же заменяют на иностранные слова, если есть прямо вот хорошее русское слово? Вот если есть опыт, зачем экспириент? Или если есть доказательства, зачем пруф? Как вы думаете? На мой взгляд, это когда вы хотите дружиться в барах, или сразу с иностранцами, и вы хотите использовать сленг, чтобы всем было понятно. Интересная версия. Как вы думаете о Нил? Ну, я согласен с Александром, да, это правда, да. Хэн, как вы считаете? Да, я уже сказал, язык живет, да, и изменяется, и да, это как факт в жизни, что будут новые слова. Может быть, 200 лет назад в России люди очень против французского слова. Да, но сейчас это очень обычно использовать слова из Франции, да, и оригинальные из Франции, и люди не думают об этом. И я думаю, то, что новые слова сейчас будут 100 лет, через 100 лет, очень-очень обычно, я думаю. Ну, они могут, Хэнк, я с вами согласна, они могут прижиться или могут исчезнуть. Например, бояж не прижилось, это никто не использует. Или, например, плейзир тоже не прижилось, но другие прижились. Зависит, как бы, как вот Пушкин там говорил на другом слайде, что если русский язык их принимает, как бы, грамматический состав. Сейчас посмотрим один слайд. Да, Анил. Или Александр. Да, Александр. Я? Я думала, кто-то из вас хочет что-то сказать. Нет? Тогда я продолжу. Вот есть такая инициатива у Института Пушкина в Москве. Это такой институт, который занимается вот изучением русского языка, распространением русского языка. Один из. И они запустили такую программу, называется «Емеля не ленись». Такое название. Вы здесь можете увидеть, вот опять-таки иностранный сленг, long sleeve, hoodie, body, тоже используется. И вот что они предлагают. Они считают, что они не предлагают менять все языковые единицы на русские варианты. То есть они не говорят, что нужно все менять именно на русский вариант. Но они говорят, что, может быть, стоит убрать то, что не звучно. Непривычно для русского уха вызывает сомнение в значении этого слова. Да. Например, поливар. Тот же злой. И они говорят, об этом мы в нашей акции и решили подумать. И предложить некоторые варианты этим заимствованиям. То есть они считают, что вместо того, чтобы брать, нужно создавать какой-то свой вариант. Как вы относитесь к такой идее? Я думаю, это хорошая идея. А как вы думаете, кто должен этим заниматься? Ученые или общество, или правительство? Я думаю, группа. Группа? Ага. Анил, как вы думаете? Группа тоже. Группа. Александр? Да, да. Как группа? Все вместе? Видимо, все представители. А кто должен быть основным? Как вы думаете? Может быть, что молодежь, например? Ну, раз они используют эти слова. Нет, нет, только шторики. Только шторики. Ну, нет, ну, по-настоящему. Как вы считаете? Как вы думаете, кто должен быть прямо вот основой? Может, и пенсионеры, но почему? Пенсионеры, это очень важно для сохранения, как сказать, хорошее знание страны. Знание страны. Молодежь, потому что, как бы, они заменяют слова, поэтому им нужно что-то, что им понравится. Для того, чтобы это как-то работало. Сейчас посмотрим быстро пример. Это из того же проекта. Тот же проект. Они взяли, вот, например, такие слова, как marketplace, co-working, team building, freelancer и car sharing. Эти все слова существуют. Их очень много используют. Они даже более специальные, чем roughly, ticholivar. Эти везде. И вот смотрите, что они предложили. Например, marketplace, интернет-ярмарка. Или виртуальный базар. Или торговое пространство. Team building, команда образования. Freelancer, больно рабочий. Car sharing, делимобиль. И co-working, содружество. Как вы относитесь к этим вариантам? И какие варианты вы бы предложили? Это очень интересно. Вы бы использовали вот интернет-ярмарка вместо marketplace? Нет, я не слышал это. Да, да. Я бы спросил, но просто делимобиль, я не понял, почему делим. Я думаю, что делим относится к слову делим delivery. Дели относится к слову делить. А делить, это будет как шея. А, понятно. Поэтому шея дели в мобиль. А, да. Team building команда образования. Вы бы использовали такое? Вместо team building. Как вы думаете? Ну, они же крутые варианты. Александру понравились варианты. Хэнк, Анил, как вам? Я думаю, в этом нет ничего плохого. Я думаю, это все правильно. И хочешь, не хочешь, по-английски сегодня язык, глобализацию. У нас есть эти слова навсегда. Фуанила, какой прогноз у вас? Что вы будете использовать? Интернет-ярмарку или marketplace? Не знаю. В Голландии мне очень, это как сказать, подклинуть к английскому языку, да? И тоже использую marketplace, да. Но, не знаю, трудно сказать для россиян, что это лучше. Ну, Хэнк, team building, это, я думаю, гораздо лучше, чем команда образования. Да, это лучше, да, team building, это лучше, я думаю. Лучше, чем команда образования. Образование, это тренинг, я думаю. Образование, это формирование. А формирование, формирование, команда формирования, это лучше, что команда образования. А что бы вы еще, вот знаете, что мне не очень понравилось? Фрилансер вольно работе, как-то не звучит. Ну, вы знаете, слова работа, в принципе, это уже плохое слово, плохое слово. Потому что, ну, вы уже знаете, я думаю, это из слова, как раб, раб. И раб это слэй. Работа? Я не знаю, Александр, у меня не было такой ассоциации. Но сейчас фрилансер очень часто есть раб компания. Вот это правда. Он как бы работает больше часов. Знаете, что еще там предложили? Например, так, там было свободный работник вместо фриланса. Свободный работник. Свободный работник. Свободный работник. Тоже не очень. Фрилансер, скорее всего, нужно оставить. В общем, быть фрилансером, это очень нехорошее слово. Кто вообще по-английски нехорошее слово. Но работа у нас не было. У нас нет ассоциации со словом раб. Я не знаю, Александр, как бы вы это сказали. Ну, мне это сказали очень давно, что это от слова раб. Как рабство, работа. И как эти люди заменяют слово работа? Не заменяют. Так и используют работа? Не, я думала, вдруг они, например, что-то новое придумали. Но, видимо, нет. Нет, ну, на самом деле, раб и работа, они преувеличили. В плане их однообразования. Преувеличили? Преувеличили, да. Они просто... Ну, знаете, сейчас очень много новых направлений. Как бы искать то, чего как бы там нет. Как бы внутрь смотреть и что-то выдвигать. Какие-то новые идеи, которых там на самом деле нет. Такое часто. Но это же сегодня время такое меняющееся. Поэтому многие начинают искать, например, раб, работа. Но на самом деле нету раба, работа. Так что вы можете смело использовать слово работа. Сейчас еще... Я думаю, где это имеет смысл, должны использовать эти слова. Да, ну, вот в плане вот этих слов, как marketplace, freelancer, car sharing, эти слова уже более как-то вошли в речь. Я бы не сказала, что я это сильно подземляю, но эквивалентов у них сложно найти. А вот рофлить, холивар, над этим надо подумать. Потому что эти слова как-то русский язык не особо признает. И для них можно найти эквивалент, как мы с вами и сделали. А сейчас напоследок такое небольшое видео. Сначала мы посмотрим отрывок из фильма «Онегин». Вы знаете произведение Евгения Онегина, я думаю. Да? Александра Сергеевича Кушкина. И отрывок стихотворения из этого произведения «Письмо Татьяны». В классическом варианте и в варианте сленга. Сначала смотрим в классическом варианте. Я к вам пишу. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю ваши воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда. Когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать. Думать об одном и день и ночь до новой встречи. Это был классический вариант. Теперь посмотрим в варианте нового сленга. Так, одну секунду. Ирина, я должен идти. Погу еще послать. Я должен идти, да? Хорошо. Это, правда, две минуты, но если вы должны идти, ладно. Спасибо большое, что пришли. Было очень интересно. Спасибо. Я очень рада. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока. Так, сейчас быстро посмотрим, и я вас отпущу. Что я могу еще послать? Теперь я знаю в вашей воле меня дизлайком наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, Прошу, репостните меня. Сижу безвылазная дома, тихонько хейте родаков. Руками свайплю я страницы и ощущаю хлад оков. Тому банальная причина на подростковый мой протест я получила лишь арест. Мой милый краш, вам можно чилить, вам можно флексить евридей, А мне лишь остается рофлить над бедной участью моей. И без меня, порвав танцпол, прошу прислать прощальный лол. Как вы относитесь к этому, Хэнк? К этой интерпретации? Это хорошо, потому что для меня это трудно, когда нет субтитров. Субтитров? Да, 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 это трудно для меня. А чисто на слух, как вам? Я понимаю идею, это сленг. А какая версия вам нравится больше? Первая версия. Первая версия. Ну, я очень на это надеюсь. Ну, я надеюсь, что у вас появилось много, как бы, новой информации для размышления. Да. Может быть, вы еще посмотрите в интернете, в комментариях, увидите другие направления русского сленга. И если они вам будут попадаться, уже это не будет для вас что-то неизвестное. Они могут попасться часто, особенно в социальных сетях. Поэтому я надеюсь, что у вас появилась информация для размышления и было интересно. Да, было очень интересно. Да, очень интересно. Спасибо, я очень рада и надеюсь, что с вами увидимся на разговорном клубе или в дальнейшем на мастер-классах. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...